Никогда не повторяйте моих ошибок, не засыпайте на пляже, если делаете это только в ход укрытия. Доброе утро, вчера мы были на рынке и купили там авокадо. Большой такой, спелый. И теперь я хочу замутить бутерброды с творожным сыром, авокадо и яйцом. Всем приятного аппетита. Разрезали, смотрите внутри как он спелый. И вот какой аппетитный бутерброд у нас получился. Тост из жжаного хлеба, авокадо, яйцо. Его мы полили оливковым маслом и немного присыпали сумахом. Не знаю кому как, но авокадо мне показалось обычным. Просто, почему мне нашел популярен, потому что в нем очень много полезных веществ. Но я бы каждый день его не смог есть варить. И я в продолжение взял горячую булочку, помидор с сыром, оливку, санчедр, колбаса и три блинчика с двумя видами варенья. Я показывал, чай у них можно взять в этих турецких специальных стаканчиках. Даже вот под кофе у них стаканчики, под этот, турецкие. Огромный выбор различной посуды. Вот эти турецкие стаканчики. Одним из больших плюсов отеля Кайла-Сити я хотел бы назвать напор воды. Часто слышал, что не так бежала вода, то плохо бежала горячая, то плохо холодная. В этом отеле с этим проблем нет. Вот смотрите, это вот если сильно посадится, поэтому чуть-чуть вот чай, не боится. А если начинает добавлять, то прям поток втруи очень мощный. То же самое касается и душа. Вот обычно, вот начинаю добавлять, я называю этот душ-косков. Вот, очень сильный напор, посмотрите. Вид про него можно помыться, это очень хороший плюс. Вот соседний номер, это family номер. Соседи вот съехали, я вот номер помыли, я хочу показать вам, как он выглядит. Получается, две кровати. Одинарная кровать, двуспальная кровать, шкаф. Тумба, телевизор, зеркало, трюмо, еще одна кровать. Их проживала здесь муж с женой и дочка. Такой пуфик. Окно большое. И балкончик, как у нас. И вот такая ванна. Ну, в принципе, даже, конечно, эта ванна поменьше, чем наша. Стандартное все. Время 8.30 утра. Люди потихоньку собираются на пляже. Это море. Солнце уже начинает активно припекать. Мы намазались кремом и будем загорать. Отдыхающих заметно прибавилось. Вот с утра уже сколько людей пришло. А первые дни вообще где-то человек 10 что-ли было. Несмотря на месяц май, солнце уже активно припекает. В этот день, кстати, мы наблюдали такое редкое солнечное явление. Солнечное голову. Такой оптический круг вокруг солнца. Поэтому, кто отдыхает, надо соблюдать меры предосторожности. Обязательно отдыхать под зонтиком и мазаться солнцезащитными средствами. И тогда вы не говорите, что что-то случилось со мной. Если в начале мая, когда мы приехали, здесь было только десяток-пятнадцать туристов. И то преимущественно с Европой. То сейчас уже людей стало прибывать все больше и больше. Уже наши граждане и так далее. Море все уплыло уже. Время двенадцатый час и теперь мы подкрепимся в снэк-баре. Загар ложится буквально за считанные минуты. Вот чуть-чуть посидишь и уже начинает краснеть. Но ложится равномерно. Вот все загорают. Время обеда я заметил. Все, кто наши соотечественники и соседних государств, они все пошли на обед на пляжи. Иностранцы, где хотят уходить, они как можно максимально хотят наслаждаться морем, погодой. Мы решили последовать их примеру и перекусить на пляже. Вот это обалденное гёзлиме с мясом, сыром по отдельности. Есть еще хот-доги, но мы взяли картошку фри, айран. Еще одно преимущественно ездить в отели ориентированных на иностранцев. То, что у них очень разнообразие большое напитков. Не просто кола, фанта, спрайт. Вот это, например, холодный чай мы взяли. Это кола без сахара. То есть, максимально все удобства для них. Мы пройдем по подземному переходу через отель Кайло Бич. У них вот под дорогой сразу есть туннель. Ребята, я вам уже показывал питание в нашем отеле Кайло Сити, 4 звезды. А кто был в этом отеле, куда мы сейчас идем? Кайло Бич, 5 звезд. Девчонки на пляже говорят, что здесь морепродукты на ужин. Такие ужины шикарные, питание в целом. Кто здесь был, напишите в комментариях. У нас общий пляж и одна сеть. И сейчас мы выйдем через их территорию. Специально для колясок. Это отель в одной сети с нашим отелем Кайло Бич, 5 звезд. Лежаки. Бассейн детский, бассейн взрослый. Пол бар. Видно, что отель новый или здесь свежий ремонт. По-моему, да, его выкупили, этот отель, и провели в нем полную реновацию. Тоже немецкая речь, пенсионеры. Это их снэк-бар. Здесь такая терраса, где можно сидеть. Магазинчики. Это прям при отеле. Ход в отель. Отель состоит, по-моему, из нескольких корпусов. Так, мы пройдем сейчас через холл. Это лобби отеля. Играет приятная музыка. Запах свежего кофе. Очень добротный отель. Таким образом, рядом расположены два отеля этой сети. Кайло Бич Хотел, 5 звезд. И Кайло Сити, 4 звезды. Есть еще какой-то отель, по-моему, Кайло Хризантем. Где-то тоже расположены, я не знаю точно. Это выходная группа. Интересно было бы еще там побывать и посмотреть. А так все очень даже на уровне. Кайло Бич Хотел. Буду показывать разнообразие ужина, какое в отеле. Мы начинаем с супа. С овощного и томатный суп с овощами. Сладкое бисквиты. Печенье национальное, печенье с кунжутом. Это какой-то пирог. Сегодня появился, кстати. Здесь всегда обычный рис стоит. Давай пробежим, что есть. Мясо. Это что, картофель пай или что? Да, да, да. Что-то такое. Кефтэшки. Картофель. Брокколи. Голень. Это вот куриная голень. С овощами. Это как фаршированный. Фаршированный к бауману, но чем я не знаю. Сейчас все попробую. Ну. Пицца. Пагетти. Пагетти сливочного повода. Вот сегодня прямо. Синюшенька. Хороший. Так, фрукты. Есть всего выше увиденного. Я взял всего понемножку. Мясо. С картофелем пай. И гарнир я взял снизу рис. Кюфтэ с картошкой. Нут. Брокколи. Это кусок куриного филе на гриле. Маринованный лук. Пицца. Куриная ножка. И фаршированный перец. Не знаю правда чем. Апельсиновый сок. И бокал розового вина. Поварам хочется сказать отдельное спасибо. Вот вроде бы обыкновенная филе на гриле. Но оно такое мягкое. Маринованное. Прям приятно кушать. И все что они готовят. Я не находил изъянов. Все готовят. Вкусно. Великолепно. Очень хорошая кухня. Также решил немного взять пасты. У них здесь вкусные соусы. Я уже пробовал пасту с красным соусом. А теперь это белый соус с грибами. И запер все это красным вином. Ну и на десерт выпьем крепкого турецкого чая. И с такими пироженками. Брауни. Вот. Наподобие нашего пирога. И какой-то местной сладости. После плотного ужина. Такого. Обязательно нужно прогуляться. Для того чтобы съеденное не превратилось в лишний килограмм. Тем более погода располагает для прогулок. Сейчас выйдем на променад. И там немножко прогуляемся. Это променад вдоль морского побережья Алании. Вот это прямо светится огнями гора. Знаменитая гора Клеопатры. Там все достопримечательности. Снизу вот марина. Улица бара. Красная башня Казулкуле. На той стороне Кеветерик и пляж Клеопатры. Знаменитый. Каждые 20 метров такие карманчики. Где можно постоять. Пообщаться. Вот это. С левой стороны это пешеходная часть променада. По правой стороне ездят велосипедисты. Вот эти мини скутера. Вот время 10-й час. До сих пор ездит общественный транспорт. Какие-то апарт-отели еще не открылись. А многие отели уже работают. Туристов начинает все больше и больше прибавляться. Это как бы начало сезона. Полный рост Турции. Мы находимся в районе Оба. Район Оба это следующий район за Аланьим центром. Почти на каждом углу здесь такие экскурсионные бюро. Вот популярные экскурсии. Это Тур на лодке. Памуккале. Каппадокия. Деми-Мура-Кикова. Исторические экскурсии. Но это они далеко находятся. Каньон Сападер. Хамам. Рафтинг. Дельфин-шоу. Красиво украшенными фонариками. Кто хочет вызвать такси. Есть такие прям стоянки. Где они стоят. Либо же нажимаешь на вот эту кнопку. Я вот проверял как-то в одном видео. Быстро приходит. Потому что их много такси. Либо звонишь по этому номеру. Это номер такси, который дефорцируется в этом районе. Район Оба-Кей. До сих пор сохранились такие таксофоны. Таксофоны, аппараты. Я не знаю, они работают, нет. Вот это место, куда карту вставляешь. Вот, ну, слышите? Работают. Представляете? Гуляют котики везде. На каждом углу вот кошки. Вот эта лавка, мне кажется, ручные кожаные изделия. Я видел, здесь хозяин сидел, обрабатывал. Вот кожаные портмоне. Вот его верстак, где он делает ремонт. Кожаные браслеты. Мераба! Вот это вот, все сделано собственными руками из кожи. Сумки, вот всякие там гномики. Заходишь, такая здесь атмосфера. Кожаные, вот портфели. Такой труд. Включили вечерние портанчики. Ну, давайте в этом видео будем уже прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца. До следующих встреч.